МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 29-го региона в прямом эфире в студии Анны Рязанова. И вот главная тема выпуска. В регионе определили порядок выплат будущим матерям, роды у которых пройдут вдалеке от дома. С начала 2018-го в НАУ на учет встали 114 пациентов больных раком. Тревожную статистику в Наринмаре обсудили онкологи. И 8 сильнейших команд со всего региона. Крупный турнир по волейболу среди школьников проходит в Котласе. Сегодня в Архангельске простились с Вадимом Киберевым. Именитый архитектор ушел на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Для многих он сам, его жизнь и творчество стали олицетворением целой эпохи в истории Архангельской области. Алексей Карельский продолжит. Сегодня Архангельск просился с человеком, который вложил в него все свое мастерство и свою душу, Вадимом Киберевым. Заслуженным архитектором России, главным архитектором области на протяжении многих лет. Соавтором генерального плана, преобразившего столицу Поморья в 60-х, 70-х, 80-х годах. Предусматривается в течение шести лет коренным образом изменить облик города. Город поднимется ввысь. Наряду с пятиэтажными вырусствуются девятиэтажные жилые дома. В основе нового строительства принцип создания микрорайонов. Внутри микрорайона размещаются школы, детские сады и ясли, магазины. После визита Хрущева в столицу Поморья в 62-м году Совет министров СССР принял постановление о развитии Архангельска. Так что плоды творческой мысли Вадима Киберева удачно легли на крепкую финансовую основу. Потомственный зодчий продолжил дело отца, в прошлом также главного архитектора региона Михаила Киберева, по преображению столицы Севера. Его идеи воплотились в улице Воскресенской, в ансамбле площади Ленина со знаменитой высоткой, в площади Мира, в десятках проектов, несомненно украсивших Архангельск. Законы классической архитектуры он совмещал с новаторскими подходами и своими идеями заражал учеников и последователей. Многие из них пришли проститься с наставником и другом. Он стал руководителем моего диплома. Безусловно, Вадим Михайлович очень такая масштабная личность в истории архитектуры Архангельска и в нашей культуре. Хорошо, что он еще две книги написал. Я считаю, что проектировать одно, да, а вот спорминировать это, да, свою позицию, философию свою, это тоже очень важно. Несмотря на то, что с именем Вадима Киберева в основном связывают проекты советской эпохи, он продолжал активно работать и на рубеже тысячелетий. Самого значимого лично для меня это его концепция размещения кафедрального собора на набережной, идейная концепция проекта, памятника Кузнецова, место выбора, размер фигуры, ее образные решения, композиционные решения, это Вадим Михайлович. Вадим Киберев ушел на 90-м году жизни, но на карте города, области, да и страны он оставил монументальный след. Как это будет в виде мемориальной доски, а может строительного класса, с гордостью носящего его имя, пока не ясно. В любом случае, память о себе он сам увековечил, своим осязаемым вкладом в историю. Похоронили Вадима Киберева на Вологодском кладбище Архангельска. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Продолжаем выпуск. Непотушенная сигарета стала причиной гибели двух человек. Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия. Сегодня около трех часов ночи в Маймаксе в доме по улице Победы 114, корпус 3, загорелась квартира. Соседи, почуяв запах дыма, вызвали пожарных. Несмотря на то, что огнеборцы приехали быстро, людей спасти не удалось. Мужчины и женщины отравились продуктами горения. В регионе определен порядок выплат будущим матерям роды, у которых пройдут вдалеке от дома. Для получения единовременной выплаты за проезд к месту родов и обратно необходимо написать заявление и предоставить данные ИНН, СНИЛС и реквизиты денежного счета. Направление от врача также играет важную роль. Получить выплату возможно лишь в том случае, если роды прошли в рекомендованной специалистам больнице. Во всех медицинских организациях, где есть родильные дома, родильные койки, родильное отделение, предусмотрены специальные койки, на которых женщина может ожидать срока родов. С начала года средства за проезд получили уже 270 рожениц. Всего помощь планируется оказать более 5000 будущих матерей. Из бюджета на эти цели выделено 8,5 миллионов рублей. Выплата распространяется и на рожениц, нуждающихся в более квалифицированной помощи. Эту выплату могут получить женщины, те, которые проживают на территории, где есть акушерский стационар. Но по медицинским показаниям они должны направляться в стационар более высокого уровня. Дополнительную информацию о необходимых документах и порядке выплат можно получить на сайте Министерства здравоохранения Архангельской области. Количество больных раком с каждым годом увеличивается. Тревожную статистику в Наринмаре обсудили на конференции, посвященной профилактике, диагностике и лечению онкозаболеваний. В конце 2017 года в Ненецком автономном округе было зарегистрировано 728 жителей больных раком. Уже с начала этого года на учет встали еще 114 пациентов. Достаточно большое количество людей имеет эти факторы риска. Даже не один, а целый комплекс, сочетание этих факторов риска. Поэтому вот как раз таки эта ситуация в целом и способствует развитию тому, что онкозаболеваний становится все больше. Главная мера профилактики – систематические профилактические осмотры, считают врачи. Чем раньше будет выявлена болезнь, тем больше шансов излечиться. Пациенты не знают. Для них рак – это уже приговор. И если мы не скажем им, что это необходимо, и на сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед. Все зависит от стадии заболевания, гистологии, различных способов лечения методов. Участие в конференции приняли врачи и сестры окружных больниц и поликлиник. Медработники отдаленных сел смогут ознакомиться с информацией на сайте Ненецкой больницы. Вышел в свет свежий номер областной газеты «Правда Севера». В нем сошлись публикации, вселяющие оптимизм. Но есть и темы, связанные с различными проблемами, которые требуют решения. Ведущий российский климатолог Алексей Кокорин рассказал «Правде Севера», что происходит – глобальное потепление или похолодание, и почему перестали сбываться народные приметы. Ключ от запасного выхода у диспетчера, а его уволили – это репортаж об Архангельском доме ветеранов. Раньше старики стремились сюда, а теперь жить в нем опасно. О том, как трудно противостоять соблазнам и искушениям, работая за прилавком. В публикации для радости и смирения. «Правда Севера» продолжает следить за судьбой маленькой Лены Староверовой из Новодвинска, которой сделали сложную операцию по восстановлению уха, и она уже вернулась из Америки. Впервые в историю художественной гимнастики на соревновательной карте региона появился Новодвинск. Фоторепортаж с открытого Кубка области на 18 и 19 странице. Также телепрограмма, афиша заметных культурных событий, график приливов и отливов. Читайте «Правду Севера», оставайтесь в курсе событий. Крупный турнир по волейболу в рамках областной спартакиады школьников проходит в эти дни в Котласе. Состязания стартовали во вторник, а закончатся только в пятницу. О ходе соревнований в материале Елена Кермич. Турниру по волейболу в рамках областной спартакиады школьников несколько десятков лет. Котлас, принимающий стороной, выступил впервые. На юг региона съехались 8 команд, по 4 от городов и районов Поморья. Готовились мы, скажем так, усердно, но тут гриб был, и у нас многие болели, то есть многие тренировки выпадали. Особенность этого турнира – впервые участие принимают сборные городов. До этого за пальму первенства боролись школьные команды, состоящие из девушек 2003-2006 годов рождения. В волейбол девушки однозначно должны заниматься. Это очень красивый, гармоничный вид спорта, где красоту свою девчонки как раз наоборот подчеркивают. Они развиваются всесторонне, то есть здесь и голова должна работать, быть хорошая физика, подвижность, резкость, быстрота, скорость. Турнир по волейболу в рамках областной спартакиады школьников будет продолжаться 4 дня. Первые два – групповой этап. Каждая команда провела по три игры. Сегодня четвертьфинальные схватки. Борьба очень интересная, уровень неплохой. Есть свои фавориты – Архангельский, Родвинский, Кустьянский. Ну и Котлас будет бороться за призовые места. Команды-лидеры – это воспитанники профессиональных детско-юношеских спортивных школ. Остальные ребята занимаются в рамках школьных секций программ. Оттого их победы и достижения, пожалуй, более ценные и весомые. Я на самом деле снимаю шляпу перед теми учителями физкультуры и энтузиастами, которые, по большому счету, сохраняют волейбол в области и поддерживают его на уровне, и поддерживают интерес у детей. Тройка лидеров турнира по волейболу определится 13 апреля. Сейчас подсчет очков идет по итальянской системе. Она стимулирует команды бороться за каждую сыгранную партию. Финал традиционный. В нем будет применена олимпийская система подсчет очков. Не забывайте делиться с нами историями или интересными новостями. Контакты на экране. У меня на этом все новости. Итоги дня подведем уже в 19 часов. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова